Всем приветик, мои дорогие! В общем, вышло новое интервью с Петром Толстым, где он разговаривает про миграцию, про образование, про красные линии, про его знаменитое уже интервью про Макрона на французском телевидении. Поскольку в Ютубе особо я не нашла ничего, но есть канал Сарград, выложил на... Я ссылочку сброшу в описании, но выложено было ВКонтакте. Может быть, еще где-то есть, но пока это то, что я нашла. Давайте посмотрим. Мне кажется, будет очень интересно. Я еще не видела, будем походу обсуждать. Вечер сегодня у нас не совсем обычный. Естественно, тут же рекламу запихнули. Сейчас мы ее быстренько... Программы. Мы находимся в стенах российского парламента и наш компетентный собеседник, заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой. Петр Олегович, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Начну с темы, которая вызвала гигантский резонанс за пределами России. Я вам не лечу, но это действительно так. Ваше интервью одному из французских телеканалов. Президент Франции, господин Макрон, предложил России восстановить отношения в части борьбы с глобальным терроризмом. Вы не верите им? Вы по-прежнему поддерживаете и придерживаетесь тех слов, которые произнесли в интервью французам, что вы их перебьете? Нет, я сказал, что нам наплевать на красные линии Макрона. Он все время внутри себя их чертит. Там много у них. В руководстве Франции сейчас людей с потревоженной сексуальностью, поэтому они все время какие-то красные линии внутри себя проводят. Что касается предложений по антитеррору, это точно не моя компетенция. Это должны спецслужбы решать, выгодно или невыгодно сотрудничать с людьми, которые сильно, так сказать, обманули Россию на протяжении последних 20 лет несколько раз. А вся риторика Макрона, связанная с антитеррором, она отрабатывает нарратив о том, что трагедия в Крокусе – это дело рук ИГИЛа больше никого. Что Украина тут ни при чем. Вот это главная была цель. И удивительно, как она быстро, так сказать, эта мысль, она возникла в публичном пространстве с подачи американцев. То есть вот кто взорвал северные потоки, они не знают. Кто убил Джона Кеннеди, тоже не знают. А вот тут про Крокуса они буквально через два часа поняли, что это было ИГИЛа и никто другой. На ваш взгляд, после Крокуса отношения между Россией и Западом могут измениться? Да я думаю, что отношения между Россией и Западом могут и должны измениться после нашей победы на Украине. А в данном случае ситуация с Крокусом, она по-человечески, конечно, вызывает сочувствие. Я могу сказать, что мы в эти дни работали с делегацией, совместной с сенаторами и депутатами Государственной Думы в Женеве, в Межпарламентском Союзе. И там представители разных парламентов подходили, выражали соболезнования даже, почтили память погибших. То есть человеческое осталось? Да, человеческое. Но это вопрос, знаете, воспитания. Тут, что называется, если оно есть, оно есть. Если его нет, то его нет. Конечно, недружественные страны, они воздержались от того, чтобы как-то выражать соболезнования. По-моему, только представительницы Британии и Нидерландов, они подошли, выразили соболезнования в связи с гибелью мирных граждан. Но остальные промолчали. Но мы опираемся на поддержку более ста парламентов, которые выразили свое сочувствие и осудили эту трагедию в специальной декларации. Вы в Женеве почувствовали, что мир или, по крайней мере, континент находится на грани Третьей мировой войны? Ну, вы знаете, нет. Может быть, пафосно звучит? Но не мои слова, а Орбана, который сказал, слушайте, находясь в Будапеште, все нормально. Мирный город, мирная столица Венгрии. Приезжаешь в Брюссель, такое чувство, что все, война уже началась. Ну, конечно, в Европе напряжение большое. Оно связано с тем, что все-таки Россия – это самая большая европейская страна. То есть, континент – это мы. Они, вот край континента, со всем своим Евросоюзом, пафосом вот этих вот неоколониальных риторик про ценности и так далее. Но, конечно, напряжение существенное. И градус неприятия России, градус русофобии, градус ненависти к России со стороны тех людей, которые находятся у власти, он очень велик. А в то же время обычные граждане, они дистанцируются от этого. То есть, они говорят, нет-нет, все, что говорит Макрон, это ерунда. Спасибо вам, что вы предупредили, что французов всех убьют на Украине. Спасибо. Мы этого сказать не могли. Но вот то, что вы сказали, это прямо вот на улице буквально. И это интересно. Реально, да-да-да. Вот просто в Женеве на улице подходили французы, говорили, спасибо, вот мы вас видели. Хорошо, что вы это сказали, потому что это остановит как-то горячие головы и так далее. А горячие головы наговорили уже столько всего про Россию и про русских, и про как бы будущее. То есть, они его видят как капитуляция России, там, не знаю, что распад страны. То есть, они уже столько всего наговорили, что обратно отмотать невозможно. Поэтому вот это, на самом деле, разрыв с Западом, с Европой западной, он ни на год, ни на два, это десятилетия должны пройти, чтобы эта риторика сошла на нет, забылась, были сменены вот те лидеры, которые это все говорили. То есть, это вот так сильно обнедрено? Это глобально, да-да. Это проросло очень сильно. Это же такое, ну, два года людей прессует буквально, что русские – это людоеды. Поэтому тут не так просто это все. И политики, они не могут отказаться от своих заявлений вот просто так. Им, так сказать, придется еще все это осознать, либо поменять этих политиков. То есть, только смена элит? Я думаю, что смена элит, конечно, но это в Европе, хоть там и, так сказать, выборность постоянная, но все равно это процесс длительный, это займет время, я думаю. Пока поменяют Шольца, пока Макрона, пока... На ваш взгляд, Россия изолирована? Вот опять-таки из своих встреч? Нет, Россия не изолирована, и не может быть изолирована такая страна, как Россия, потому что у нас прекрасные отношения с как раз с большей частью... Ну, я могу судить по межпарламентскому сотрудничеству, с большей частью парламентов мира. У нас как были хорошие отношения, так они и остались. И с парламентами Юго-Восточной Азии, с Китаем, с Индией, с африканскими странами, со странами Латинской Америки. Прекрасно мы обсуждаем все проблемы, которые хотим, и с удовольствием сотрудничаем. Сейчас вот в Государственной Думе сегодня проходят встречи, например, глав комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. Ребята, хотела тут вставить... Вчера я выставила на канале подписывайте с телеграмми «Техасцы в России». Такое вышло сообщение, что Франция намерена пригласить Россию на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, сообщает радиостанция «Европа-1». Вот клоуны, да? У нас говорится, вот это поворот. И к тому, что, когда Петру Толстому на улице говорят французы, что спасибо, что вы сказали, как есть, видимо, немножечко головы французские. Макрона будущего Наполеона 2.0 немножечко охладило, потому что ни с того ни с сего уже он не идет завоевывать Россию, он уже приглашает Россию, значит, на празднование 80-летия высадки. И приехали в Москву руководители этих парламентских структур, которые занимаются международным сотрудничеством в рамках подготовки саммита БРИКС, который будет под председательством России, пройдет осенью. Ну и, соответственно, эта работа, она идет. И Россия ни в коей мере никак не изолирована. Ну, мы не общаемся с теми, кто не хочет с нами общаться, а со всеми, кто хочет, мы готовы. Но вы не ответили на вопрос все-таки по поводу Третьей мировой. Ну, я все-таки надеюсь, что, может, не будет Третьей мировой. И как на него ответить-то? Ну, мы все надеемся, что как-то обойдется без этого, потому что... Президент Финляндии говорит, надо меньше воинственной риторики, а надо больше готовиться к заявлению сегодняшнего дня о конфликтах с Россией. Ну, они считают... Мы же сами не можем игнорировать. Да, но они просто... Какие предпосылки? Они считают, что, во-первых, один из нарративов, что Россия не остановится на Украине. Что Россия пойдет дальше, в Польшу, в Финляндию, вот эти страны Балтии, и где там, который муха пролетает за два часа, значит, все это мы займем зачем-то, непонятно зачем. Это один из таких важных, важная составляющая поддержания внутри натовской солидарности. Поэтому, конечно, они все будут это говорить и продолжать к этому готовиться, но пусть готовятся, мы никуда не собираемся идти. Господин Зеленский говорит о том, что без помощи Запада он проиграет. Такое откровение, чуть ли не ежедневно, ведущим мировым медиа он рассказывает об этом. При этом параллельно Верховная Рада принимает закон о новой мобилизации на Украине. Вот на ваш взгляд, верхушка в Киеве, она отдает себе отчет, что может потерять целое поколение в буквальном смысле? Ну, я думаю, что главное, в чем они отдают себе отчет, это в том, что, получив поддержку Соединенных Штатов и стран Западной Европы, им есть куда убежать. Помните вот эти картинки с афганцами, которые цеплялись, закрыли самолетов, когда американцы... Это жуткие кадры. Да, когда американцы улетали из Кабулу. Ну, вот здесь, наверное, все проще, потому что есть просто электрички до Варшавы, то есть как-то они представляют себе, что вовремя смогут эвакуироваться. А что касается поколений, ну, ставки сделаны, они высоки, и они не могут их понизить. Ну, то есть нельзя сдать назад. Если ты говоришь, мы все умрем там за это, все, вот, а как ты скажешь, ой, извините, мы не все умрем, да, мы успеем убежать, а вы умрете. По сути, конечно, Украина сейчас в крайне сложном положении, особенно учитывая, ну, и мобилизационные ресурсы, вот этот закон о мобилизации с конфискацией, там, транспортных средств и так далее. Это не такая история. А Зеленский, ну, что Зеленский, столько на него надежд возлагали. А видите, вот у него уже срок кончился. Полномочий. То есть легитимность его, она такая относительно войны только существует. Пока идет война, будет Зеленский. Как только война закончится, Зеленского никого не будет. Это же всем очевидно, в том числе и Зеленского. Такая ситуация, как Нитаньяху, примерно. Заложник? Ну, да. Он заложник собственной политики. Ну, за все в жизни надо отвечать. И в данном случае за то, что сделано, и за то, что произнесено, тоже отвечать придется. А можем ли мы сейчас с вашей помощью сформулировать, что будет считаться в России достижением тех целей, которые были поставлены? То есть вот четко это обозначить, чтобы и в России, и за ее пределами понимали, к чему мы стремимся. И что, на ваш взгляд, преследует тот же Запад? То есть вот вы из-под воли уже сказали, и они действительно это декларировали, там разделение на 40 государств, правда, неофициально это все, на каких-то НКО, конференциях и так далее. Дико звучит. Ядерную державу разделить, хотел сказать, даже раздербанить на 40 территорий. Ну, они, значит, смотрите, у них тоже один из нарративов, что мы не допустим изменения границ в Европе силой. Вот Россия меняет границы силой, мы должны дать понять... И в основном международное право. Мы должны дать понять России, что это недопустимо, и, соответственно, откатить все на ситуацию до 23 февраля. Ну, это у них не получится. Это ситуация, которая уже безвозвратно регионы вернулись в Россию, и 4 новых региона, как минимум, они будут в составе страны. Я уверен, что их будет больше. А что касается конечной цели, ну, тоже, знаете, вот опять же все время такой вопрос, когда... А вот где конечная цель? Ну, президент четко сказал демилитаризация, деноцификация. Что для этого нужно будет сделать? Ну, наверное, довольно далеко зайти. Сколько это займет времени, мы не знаем. Но мы должны понимать, что это война на выживание России. Если хотите, это война на... на возможность будущим поколениям принимать суверенные самостоятельные решения в международной политике и во внутренней политике тоже. Не быть колонией Запада, не быть как они, как в цивилизованных странах, как раньше говорили, а быть все-таки самостоятельными. Вот за это... А вы специально произнесли слово война? Ну, в данном случае война в широком контексте. Специальная военная операция на Украине – это война с Западом, странами НАТО, которые участвуют. Зеленский же говорит, вы начали с этого, что без их помощи он давно бы уже проиграл. Так и есть, он бы проиграл. Они помогают как могут, но и помощь не поможет. Он проиграет все равно. На ваш взгляд, вот тот спор, который сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах, это скорее внутренний, такой же предвыборный спор, неже реальная обеспокоенность тем, что они могут проиграть. И, собственно, один, по-моему, глава Пентагона заявил, что если мы сейчас не поможем, то инвестиции не окупятся. Это прямая речь. Да, да, да. Это довольно цинично звучит, потому что инвестиции – это жизнь украинцев, по сути. То есть, украинцев, погибших на протяжении последних двух лет, это вот такие у них инвестиции. И они хотят, чтобы их погибло еще больше. Но надо понимать, что для Соединенных Штатов Украина – это очень малопонятная и далекая история. То есть, подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов, они даже не знают, где Украина на карте. А те, кто знают, они, например, не знают о том, что Украина на протяжении многих веков была частью России и называлась Малороссия. Ничего этого знания, этого нет. Поэтому есть просто какое-то навеянное пресса и ощущение, что тут, значит, Россия напала на маленькую беззащитную Украину. И они как могут это все поддерживать внутри своей повестки. Но для них Украина не первоочередная вещь. Для них, конечно, допустим, тема ядерной атаки Израиля на Иран. Иран на Израиль. Это более чувствительная, более важная история, чем история сопротивления Зеленского или какие-то законы на Украине. А вы допускаете, что может полыхнуть так серьезно на Ближнем Востоке, и это может привести к необратимым последствиям? Понимаете, когда вы выходите за рамки международного права, то у этого всего, вот у непропорционального применения силы всегда непропорциональный ответ. И когда Израиль равняет землей Палестину, то, конечно, рано или поздно надо понимать, что какой-то ответ будет. Даже тут дело не в Иране, не в Хусидах, а в том, что я могу сказать по моему опыту работы вот, допустим, в Азиатской парламентской ассамблее, что большинство стран, они просто кипят от возмущения. Они не хотят, чтобы палестинцы приехали к ним, но они не хотят, чтобы их уничтожали на глазах вот так вот десятками тысяч с госпиталями, с церквями и со всем чем просто превращали в пыль. Поэтому солидарность арабов, она хоть и, может быть, не очень действенная, но она очень эмоциональная. А у этих вещей всегда какой-то практический выход есть. И, как правило, аналитики, сидящие там в Ленгли или там где-то еще за океаном, они не понимают этой вот атмосферы, они не просчитывают это с точки зрения именно иррациональной такой. Поэтому, конечно, может быть... Но этому предшествовала дикая террористическая атака. Да. Этому предшествовала террористическая атака и, конечно, наличие заложников и много чего. И этому предшествовала, собственно говоря, вся история Израиля. Это история войны. С этим никто не спорит. Ну, да, 75 лет. Ну, палестинское государство так и не возникло. Его же так и не дали создать. А сейчас, когда речь идет об операции в Рафахе, ну, я честно понимаю, что американцы уже тоже им ясно, что за этим последует какой-то ответ и они предостерегают Израиль, а Израиль уже остановиться не может. Эта ситуация схожая с Украиной. Только я хочу сказать, что несмотря на все действия Израиля, никто почему-то не исключает там израильскую сборную из Олимпийских игр или там не перестает принимать израильские кредитные карточки. Вот ничего этого нет. Поэтому налицо двойные стандарты Запада по отношению к разным странам. Эти свои, а эти не свои, будем их душить 19 тысяч санкций и так далее. Вы вспомнили свою поездку в Женеву. Швейцария готовит так называемую мирную конференцию. Ну, по крайней мере, версии господина Зеленского и его коллег, которые его поддерживают. Россия точно не будет участвовать. Очень много прилагается усилий, чтобы приняли участие страны так называемого глобального юга. Вот на ваш взгляд, в этой конференции есть целесообразность? Если вы скажете нет, мне недостаточно этого. Будет ответ. Просто я хочу понять. Ну, тут понимаете как, здесь все это вот такой большой симулякор. То есть, во-первых, Швейцария. Страна, которая на протяжении веков гордилась своим нейтральным статусом. В нашем случае она его потеряла, вступив в санкционную войну против России. И она не может быть площадкой ни для какой мирной конференции для России. Это первое. Второе. Цель мирной конференции собрать 80 или 100 государств, неважно даже какие маленькие, там любые островные, как-то их вот собрать в кучку, и чтобы они поддержали так называемый план Зеленского. Ну, план Зеленского это пустышка, которая никогда не сработает ни при каких обстоятельствах. План Зеленского это по сути капитуляция России. А какая может быть истинная цель? Может быть истинная цель в кулуарах этой конференции как-то уговорить Зеленского пойти на какие-то договоренности с Россией? Ну, нам тоже это неинтересно. Пусть уговаривают, пусть не уговаривают, какая разница. То есть, для наших ребят, которые сейчас там находятся, мне кажется, что судьба Зеленского, судьба этой швейцарской конференции, она вообще никак не влияет на продвижение линии боевого соприкосновения. Вот. Поэтому как к этому относиться? Ну, такой фарс очередной. Да, вот. Помните, они же создавали Крымскую платформу. Это же такая была, тоже такая же история. Россия должна уйти из Крыма. Вот Крымская платформа, с нами весь мир. Мы проводим телемарафоны, вот Зеленский там выступает и так далее. Вот то же самое сейчас происходит в Швейцарии. Это такая антироссийская платформа, которую они пытаются создать, может быть, для того, чтобы тоже в кулуарах как-то убедить Зеленского, что давай, парень, уже как-то сворачивайся. Но мы в данном случае считаем, что без России любые разговоры об Украине бессмысленны. Но то же самое говорит глава МИД Швейцарии. Они, проводя конференцию, добавляют, что без России невозможно. Только как любой лицемерный глава МИД любой нынешней европейской страны, они считают, что они должны сначала... Вот вы их опять пинаете, они опять начнут обижаться. Да, пусть обижаются, потому что они лицемеры, с двойными стандартами, абсолютные лжецы и абсолютно обнаглевшие от собственной лжи деятели. Вот что они говорят? Они говорят, да, конечно, без России нельзя, но мы сейчас соберемся, мы все обсудим, и мы выставим России условия, а потом позовем Россию. Вот на наших условиях. У тебя сухие волосы, в семь раз больше увлажнения и блеска с маслом... Но мир будет на условиях России, и мы будем принимать решение, где будет проходить граница, а не они. Господин Кучма сказал, что у Украины больше нет брата. Я думаю, вы видели это заявление. Собственно, Леонид Макарович до этого сказал, что Украина не Россия. На ваш взгляд... А, я обвинил во всем господина Путина. То есть, вот, в общем-то, если в сухом остатке что есть. Это лицемер? Это констатация того, что произошло? Ну, Кучма сам немало сделал для того, чтобы нынешняя ситуация сложилась. Вот, знаете, склонны обвинять там только Зеленского или только Порошенко. На самом деле, это вся линия вот этих вот украинских псевдогосударственных деятелей, начиная с Кравчука, ну, и Кучма, безусловно, тоже в их ряду, и Янукович в их ряду. Все эти люди, которые хотели... То есть, вы не отделяете одних от других? я не отделяю. Я считаю, что изначально создание независимой Украины это огромная ошибка, и эта ошибка была сделана вовсе не даже подписанием Беловежской пуще соглашений, а она была сделана раньше, когда Ленин и Сталин карандашом пририсовывали к аграрной Украине пролетарские районы Донбасса, вот это вот все, чтобы, значит, создать из этого квазиагломерацию внутри как бы СССР. Но, слушайте... Но там еще Никита Сергеевич потом. Никита Сергеевич потом, да, потом Крым отдал. Но тут много чего было сделано, и коренизация, и украинизация, и вот это насильное, значит, обучение украинскому языку, и масса западенцев, которые потом стали рулить украинской политикой еще в эпоху КПСС, а уж я не говорю сейчас про эпоху независимой так называемой Украины, которая закончилась. Собственно, все эти люди, они делали ставку на то, чтобы сделать из Украины антироссию. То есть, книга Кучма «Украина не Россия» это вот и есть шаг к тому, что нет брата. Ну, нет брата, окей. Дело в том, что... Но он винит Россию в том, что... Послушайте, значит, он считает просто, они все исходят из того, что они какая-то сестра, а мы, значит, какой-то брат. Ну, если у тебя сестра, она как бы подалась во все тяжкие, с каким-то там польским дальнобойщиком уехала и покупает наркотики в Праге, это не значит, что ты как брат ничего не должен делать. Ты что, должен просто плакать, что ли? Но я-то лично считаю, что никакая не сестра. Это нога моя, вот, понимаете? Или рука, а не сестра. То есть, это не отдельный субъект. Они себя считают отдельным субъектом международного права, а я так не считаю. Я считаю, что это часть России, которая абсолютно искусственным образом была отторгнута от... То есть, на ваш взгляд, это единое целое? Конечно. А не две составляющая. А не две, точно. Потому что... И не пять, Кучма приводит еще цитаты из Священного Писания. Кучма, пусть приводит цитаты из своего банковского счета. Дело в том, что Россия кормила независимость Украины на протяжении 25 лет. Просто субсидируя тарифы на газ, на электроэнергию, давая Украине возможность поставить на ноги свою промышленность, ничего они в итоге не добились. У них все развалено было. Мы когда ехали, знаете, красноречивый пример, ехали из Луганска в Мариуполь и там разговаривали с местными жителями. И они говорят, да, говорит, вот, конечно, вы пришли и сделали дорогу. 30 лет, говорит, никто ее не делал. Там ямы одни были. И вот эта дорога современная, которую Хуснулин построил, и от нее съезд, и ты съезжаешь прямо не то, что в проселок, а в такую лужу сплошную ты съезжаешь и едешь по ухабам. Даже внутри любой деревни. А вот это вот, то, что построили, да, 30 лет Украины ничего этого не делали. Так же, как и в Крыму они ничего не делали. Но вы же не будете отрицать того, что сопротивление идет с той стороны? Конечно. Оно и будет. Оно и будет. Мы это сопротивление подавим, а... Я сейчас не про элиты, а про обычных людей. Ну, конечно, люди зомбированы. Если тебе с детства внушают, что древние Украины изобрели колесо, и что Степан Бандера герой, вот это вот... А Михаил Булгаков украинофоб? Ну, это уже... Я честно скажу. Знаете, что... Можно по-разному относиться, но... Это последняя стадия, когда они пытаются... Ну, дай бог им, пускай очищаются дальше. То есть, вот когда они... Сначала же они гордились был, как говорили, это украинский писатель. Это как с Гоголем. Это как с Гоголем. Они считают, что Гоголь украинский писатель. Гоголь не был украинским писателем, он был русским писателем. Потому, что он писал на русском, а вот застольные песни после ужина пел на украинском. Это, понимаете, разница. Именно это доказывает лишний раз, что это один и тот же народ. А идея сейчас у них очистится, значит, от Булгакова. Вот они говорили, еще у нас масса знаменитых украинцев. Вот Сикорский, например. Значит, Сикорский... Когда они поняли, что Сикорский, он всю жизнь был сторонником Российской империи, они как-то его тоже отсекли. И таких много. Но, по идее, они должны и Шевченко, и, не знаю, Ивана Франко, и Леся Украинку. Всех они же тоже по-русски писали. Всех их надо отсечь уже от ствола этой украинской государственности, которая от древних... Но Булгаков-то... Но Булгаков, как любой нормальный русский человек, он просто не понимал, и он об этом писал. Вот эти люди, говорит, с хвостами на головах, которые коверкают русский язык ради того, чтобы казаться самостийными, независимыми. А вы знаете, что, например, вот эта знаменитая, значит, вышиванка, которой так гордятся украинцы, носят ее там в парламенте, у них праздник, день вышиванки и так далее. Что это такое? Это была демонстрация русского дворянства, которое владело землями и жило на Украине, демонстрация, как бы, своей нелояльности Петербургу. То есть, это был такой пароль, что вот мы, значит, с народом, с селянами, с селяночками, с хоторяночками, вот, и вот эту вышиванку, значит, ввели в моду в 19 веке. Но вам скажут, что вот видите, антиимперская оппозиция. Антиимперская, безусловно, но это была оппозиция антиимперская внутри империи. То есть, эти люди составляли цвет Российской империи. Те люди, которые придумали эти вышиванки, их носили. В украинофобы записали и Пушкина, и Бродского. Для всех, конечно. Когда список этот видишь, на самом деле хочется задать вопрос, а кто же остался? Да никто не остался. Те, кто остался, они их всех хотят приписать. Вот они говорят, Илья Муромец, это украинец там. Ну, Добрын Никитич тоже наш. Слушайте, это бесконечность. Это бесконечность. То есть, если человек пошел по этому пути, вот как писал Кучма, Украина, не Россия, там нет остановки. Это прямой путь, вот прямая дорога в ад. Вместе с УНА, УНСО и с УПА и со всеми Шухевичами и со всеми другими. Поэтому мы, наша задача, как бы их с этой дороги вернуть. Если вы не против, я хотел бы с вами еще две темы большие обсудить. Первая касается мигрантов. Вы, пожалуй, один из немногих политиков, уж простите, что в третьем лице, от партии власти, которые... Вот сейчас, ребята, начнется самое интересное. Слушаем. ...высоких трибун говорит очень такие жесткие, откровенные вещи. Вы считаете, что миграцион, если я не прав, вы меня поправьте, необходимо менять, что ее необходимо ужесточать. И, собственно, события в Крокусе, на мой взгляд, я таки, может, ошибаюсь, должны подтолкнуть власти к этим изменениям. Вы вот чувствуете, что это происходит? Хотя бы, ну, я не знаю, закрытыми дверями. Ну, конечно. Нет, дело в том, что, во-первых, это не то, что я так считаю, так считает президент Путин. Так. Президент Путин говорит прямым текстом, что те люди, которые не уважают нашу историю, нашу культуру, не должны работать в России. Конечно, нам нужно менять нашу миграционную политику. Да, нужно менять и законодательно менять. Первые шаги сделаны, вот, допустим, буквально вчера мы приняли законопроект, по которому устанавливается барьер для вот этих фиктивных браков для вступления в гражданство. Понимаете, это очень деликатная тема. Очень много людей, которые говорят, ну, вот, нас хотят поссорить, многонациональный народ, многонациональная страна. Да, мы многонациональная страна, мы этим гордимся. И мы, конечно, многонациональный народ Российской Федерации. Но это не значит, что мы должны открыть здесь двери для каких-то ваххабитских диаспор, которые будут здесь выращивать людей, готовых за 500 тысяч, значит, стрелять по мирным гражданам в концертном зале. Потому что для них это просто все, ну, абсолютно чуждая история, чуждая культура. Это не значит, что мы должны поощрять коррупцию в правоохранительных органах, которые, или в органах, допустим, образования, которые выдают им дипломы о знании русского языка. Вот как это устроено. Это очень интересный вопрос. А где споткнулись, вот на ваш взгляд? Общаешься с каждым в отдельности, с высокими чиновниками, да, особенно без камер, все все понимают. Нет, споткнулись. Ну, симфонии как-то вот. Нет, споткнулись о жадности. О жадности. Ну, конечно. Конечно. Строительное лобби, аграрное лобби. Мы же все хотим вот этот низквалифицированный, низкооплачиваемый труд. Но он уже не такой. Уже никто не будет за 40 тысяч работать. Понимаете, они приезжают. Эти ребята, понятно, что им нужно зарабатывать, им нужно кормить семьи, у них нищета в Средней Азии, электричество по часам и так далее. Они приезжают в Россию, они говорят, мы едем на стройку. Через два дня они уже упаковщики в Айлдберрис за 100 тысяч рублей. Или курьеры. Или курьеры на самокатах, которые пересекают пешеходные переходы в Москве. И тут ты ничего сделать не можешь, потому что у нас действует вот эта система трудовых патентов и так далее. Крайних нет, ответственности нет. Ответственность должна быть. Вот вы работодатель, вам нужны значит, рабочие из Средней Азии. Вы заключаете договор, берете этих рабочих на работу, обеспечиваете им медицинское обслуживание, биометрию, чтобы они сдавали при въезде, обеспечиваете выезд, страховку. То есть вы за них отвечаете, несете ответственность. Вот конкретно за этих там 10 человек, которых вы привезли. И, конечно, не в ваших интересах, чтобы они привозили свои семьи сюда. А как вы будете за семьи, вы тоже должны тогда будете платить и страховку, и депозит на выезд и так далее. Поэтому вот такие надо условия создавать. То есть спокойно, никаким образом не задевая дружбу народов и желание людей работать в России. Да, пожалуйста, работайте, только по закону работайте. Эти законы должны работать. Они у нас сегодня не работают. Почему? Потому что проще дать взятку диаспоре в 100 тысяч сотруднику миграционной службы, которая проставит им подпись на патентах. И все, с этими патентами ребята пошли работать, кем хотят. Они не будут работать там, где они реально нужны. Поэтому строители, они все время говорят, слушайте, а нам некого брать. Конечно, вам некого брать. Потому что все, кого вы привезли, они уже давно, так сказать, развозят Яндекс.Еду. Когда изменится ситуация, на ваш взгляд? Вот есть... Не только Яндекс.Еду развозят, они еще быстренько притаскивают своих жен с кучей детей, еще тут умудряются завести и быстренько получают всякие гражданства, материнский капитал и всякие разные пособия. Некоторые люди говорят, что есть уже районы такие в стране, что в школах уже славянских детей практически нет. Вот у меня массажист есть, Алексей, он приехал со Ставропольского края сюда, и он говорит, что там в селах девочки русские, они уже замуж выходят за кто там у них, какие-то там местные дагестанцы или что-то такое, вот там местные народности какие-то там живут, извините, я не точно не помню, но по-моему дагестанцы. Он говорит, что уже до такой степени дошло, что, во-первых, в классе детей уже не остается славянской внешности, только вот дагестанцы, и уже парней не хватает. девочки выходят замуж за дагестанцев, но это, конечно, не иммигранты, не иммигранты как таковые, да, но они мигранты в наши края СССР Дагестана, они мигрируют на Ставрополье, в Краснодарский край, вот, что тоже как бы не радует, а особенно минус то, что они получают по гражданству сразу все плюшки, то есть, я думаю, что, во-первых, нужно отменить вот эти вот решения, давать им гражданство очень быстро, во-вторых, нужно запретить давать материнский капитал вот этим вот детям, которые без гражданства здесь рождены, а гражданство надо давать очень выборочно, а не лишь бы всем подряд. Есть временной лаг, потому что вот народ в массе своей очень сильно недоволен. Я понимаю, ну, у нас эта проблема, она есть и в больших городах, и в маленьких городах, и гетто уже фактически возникли, и проблемы с детьми в школах, и проблемы с социальной сферой, которая перегружена, потому что мы выплачиваем фактически тот же самый маткапитал жителям Средней Азии, которые получают гражданство. Но для этого нужно целый ряд решений принять. Я думаю, что сейчас будет правительство сформировано, и дальше можно будет вместе работать, мы будем в тесном контакте. На ваш взгляд власть понимает эту проблему. Да все все понимают, просто, понимаете, констатация проблемы это еще не доблесть. Надо найти такое решение, которое бы не угрожало основам нашего многонационального государства, и которое бы решало эту проблему с точки зрения наших избирателей. Вот, когда я вот избран от одномандатного округа в Москве, когда мне мои избиратели говорят, вы знаете, у нас вот невозможно выйти там вечером, дойти до метро, потому что молодые ребята пристают там к девушкам или пытаются там стрельнуть 2000 рублей и так далее, и так далее. То есть, ну нет у нас, к сожалению, никакого механизма защиты прав. Ну и, кстати, еще по поводу прав хочу сказать такую вещь, что у нас вот есть рынок труда, это определенное благо, иметь работу, получать за нее деньги. И граждане России, а у нас по Конституции все равны в правах, понимаете? И граждане России, и те, кто, иностранцы, которые на территории России. Равны все? Ну, права одни и те же, да, как у гражданина, есть право на жизнь, там, на работу, на труд и так далее. Значит, соответственно, у нас граждане России имеют доступ к работе только после того, как они закончили 9 классов школы и что издали ОГЭ по русскому языку. Амигранты, которые приезжают в Россию без знания русского языка и получают сразу такой флайер, купи, значит, купи сертификат по русскому языку, тарелка плова в подарок. То есть, даже никто не скрывает вот эти флайеры можно получить. Да, да. Тарелка плова в подарок. Вот. И, соответственно, вот они-то никакого ОГЭ не сдают, этого ясно. Поэтому, получается, что неравные права, то есть, для граждан России нужно сдать ОГЭ, а для них можно и не знать русского языка и работать в какой-то сфере, которая связана со стройкой, со средствами повышенной опасности, коммунальной сфере и так далее. Такси. Такси, например, да. Такси. Ну, вот здесь эту кривизну нужно выпрямлять, конечно. Ну, все-таки, вот можете мне сказать, там, месяц, два, полгода, год. Есть временный отрезок? Понимаете, если бы это зависело от меня или от вас, мы бы завтра это все решили. Но это, еще раз повторяю, сложный процесс. Почему такие вот государственные решения, они непростые? Потому, что нужно взвесить все за и против, кто будет ущемлен, чьи права нельзя нарушить. Или дело в деньгах. Нет, а деньги, деньги, деньги играют роль, конечно. Деньги играют роль, потому, что уже определенные стратегии приняты, которые используют неквалифицированную рабочую силу. Ну, я вам приведу там простой пример. Вот там у меня у знакомого на даче работает очень хороший, трудолюбивый парень узбек. Он говорит, зачем мне делать вот эту систему капельного орошения за... Когда он может все это сделать. Когда он пойдет и все польет. Понимаете? У нас вся страна сейчас сделана так, что нужно ходить со шлангом и поливать каждое дерево. А нам нужно модернизировать страну, нужно делать ее конкурентоспособной. Вот Петр абсолютно прав. Я, кстати, других аналитиков слушала, именно финансовых аналитиков и таких вот бизнесменов. Они говорят, что стройку тоже можно модернизировать. Вместо того, чтобы там 20 таджиков мешали лопатами цемент, можно там действительно поставить какую-то там робота, который будет бетономешалку эту мешать. Есть уже даже 3D-принтеры, которые в принципе могут из бетона здание целое напечатать. Причем не одноэтажное, а несколькоэтажное. Я думаю, что такой робот может перегородки тоже как бы класть. То есть кирпичи роботы сейчас кладут. То есть, вредите, сколько денег тратится у нас на содержание этих рабочих, которые... настройки там какие-то элементарные вещи делают. И тем не менее, уже вовсю есть возможность в мире, особенно с искусственным интеллектом, который может просто гораздо дешевле... Да, конечно, сам робот стоит дорого, но если, допустим, вам надо содержать миллион мигрантов и их детей, и их жен, то можно, извините, купить 200 тысяч роботов, которые заменят всех этих людей, и они будут гораздо дешевле in a long run. То есть, в долгую они будут дешевле, потому что ты докупил этого робота, и он тебе там годами будет служить. Вот, как вот в Тесле, да, сейчас фабрики в основном они роботизированы, машины делают роботы, а не люди, люди только там какие-то определенные вещи делают. И то, это должны быть высокоспециализированные там работники, которые знают, как управлять этими машинами. Поэтому, Петр прав, это я уже слышала до этого от экспертов, что все это делается, стройку тоже можно модернизировать. То есть, если люди думают, что только таджики только могут и низкоквалифицированные работники бегать там и укладывать какие-то кирпичи или там штукатурить стены, то на самом деле это могут и высокоточные машины делать на данное время. И это будет гораздо экономичнее, практичнее в будущем на долгу, чем нанимать и таки миллионы людей, которые еще с криминальными какими-то моментами могут к нам попасть. В этом такие задачи ставит президент России. Поэтому, для того, чтобы это делать, нужно постепенно эту ситуацию сдвигать с мертвой точки. И мы будем этим заниматься системно. Еще один блок вопросов, связанный с образованием. Вот вы вспомнили ОГЭ, а я помню ваше выступление на пленарном заседании. Не припомню других ваших коллег с подобными словами. Вы открыто сказали, что это надо убирать. Да. При этом привели и имперский исторический отрезок в качестве примера, и советский период в истории страны. У меня возникает вновь вопрос, а где спотыкаемся? Все все понимают, но ничего не меняется. Ну, вы знаете как, это тоже конечно людям, которые этот ЕГЭ вводили, они вводили его, во-первых, с благим какими-то побуждениями, во-вторых, тогда это не было еще ясно, что это какая-то прививка на дерево русского образования, которое не приживется. И, конечно, они все еще находятся в контуре принятия решений, поэтому им крайне обидно, если кто-то критикует их детище, поэтому немногие готовы. Сопротивление. Ну, да, нет, как-то же достижения, там, вот мы, там, то, все, но проблема в том, что все эти мантры про равенство доступа к высшему образованию, про лифт для детей из глубинки, это все чушь. Ну, просто это злобная чушь, потому что для того, чтобы сдавать эти экзамены, детей два года натаскивают писать вот эти машиночитаемые тесты, плюс репетиторы, у кого есть деньги, ну, это все долго объяснять, все это все знают. Родители это все проходят. Родители все это проходят, поэтому не надо даже вот тут каких-то пояснений. А так на словах все бодро. Вот как раз этот Рособорнадзор, который осуществляет эти полицейские операции по организации ЕГЭ, вот их как раз нужно направить по взаимодействию с мигрантами. У них так хорошо все организовано, так хорошо все получается, вот почему бы... В этом вопросе. Туда бы свое прыть не... Вот отправьте, пусть они занимаются приемом экзаменов по русскому языку у тех, кто хочет работать в России. Прекрасное занятие и не без дела будут. А ЕГЭ, конечно, надо отменять, потому что это никуда... Вы не отказываетесь от своих... Я никак не отказываюсь, это моя позиция. Я с этой позиции был избран депутатом от Москвы в 2016 году. Это позиция моих избирателей, педагогов, родителей. Это позиция, которую разделяет большинство людей в любой школе. Вот вы зайдите и скажите, вы поймете сразу по реакции зала. Ну, это не то, что я там выдумываю, это на самом деле необходимость. Нужно возвращать наше русское классическое образование в нормальное русло с экзаменами, пусть со вступительными. Обратите внимание, кстати, наиболее престижные вузы, они вводят свои дополнительные экзамены помимо ЕГЭ. ДВИ, так сказать. Ну, да. И собеседование и так далее. Поэтому вся эта система, она, к сожалению... Ну, а когда? Ну, опять же, когда? Когда уйдут эти люди, которые... Ну, смотрите, тут когда вы 14 лет что-то такое налаживали и вам говорят, сейчас давайте за год мы это разберем, конечно, так не будет. Нужно идти по этому пути постепенно. Вот первое решение озвучил президент в послании федерального собрания о том, что пересдаваться будет один экзамен. И тут же остряки сказали, а если хуже сдаст, то какой из вариантов экзамена будет признан? Не знаю. На самом деле, я думаю, что, кстати, по тем довольно сложным правилам, которые существуют, я думаю, что будет худше, конечно. Но дело в том, что пересдача одного экзамена, пересдача, возможность пересдачи нескольких экзаменов, возможность... Ведь, понимаете, вот это ЕГЭ, оно еще деформировало лицо нашего образования, оно деформировало устремление детей. Мы говорим на каждом углу, что нам не хватает врачей, нам не хватает инженеров. А почему? А потому что дети не идут сдавать ЕГЭ по физике или там по математике, они просто не хотят сдавать сложный предмет. Находиться рядом с одним из известнейших парк... ...по химии ЕГЭ. Боятся? Да. Они лучше возьмут общество знания, сдадут по обществознанию ЕГЭ, чем по химии. Вот и все, у них баллов будет больше. И, соответственно, вы деформируете, в долгую деформируете рынок труда. А потом, спохватившись, говорите, ой, нам надо везде открыть кафедры медицинские в непрофильных вузах, нам то, нам все, у нас нехватка. А вы спросите, почему эти вот ребята не идут, не знаю, в Баумангута? Потому что они не сдали ЕГЭ по физике или там по химии. Вот и все. То есть, не надо удивляться тому, что вы сами сделали эту уродливую систему. Ну, то есть, 14 лет шли к ней, ну, и некоторое время нужно, а не 14, я надеюсь, ну, я надеюсь, что быстрее. Если позволите, завершающий такой вопрос. В России есть такая категория законов, которая обозначает людей как иноагенты. Много идет рассуждений по поводу уехавших. При этом, мы с вами прекрасно понимаем, что они разные. Одни из тех, кто за 30 или там, я уж не знаю, за какую сумму продались, и некоторые дикие для меня люди, ну, например, экономист Гуриев, которого я лично знал, вот так публично признался, что он разрабатывал санкции, которые долбанули, прошу прощения, за организм, по обычным гражданам России. Этим человек гордится. Я знаю, что люди даже здесь, которые живут, были шокированы этим. Они, может быть, не согласны с нынешним курсом, с нынешней политикой, но для всех есть определенная черта, через которую люди не приступают. С другой стороны, можно услышать мнение о том, что давайте вот этих признаем иноагентами, этим запретим, этих лишим российского гражданства и так далее. Петр Ильич, есть вариант, я не говорю про золотую середину, когда мы не будем отказываться от своих граждан, особенно в нынешней демографической ситуации, но при этом будем понимать, что есть те, кто действительно продались. Ну, мне кажется, тут ответ довольно простой. Мы ни от кого не отказываемся, это граждане отказываются от своей страны. Если человек публично не у себя на кухне там с тещей, а публично в соцсетях, в публичном пространстве желает смерти гражданам России, желает победы в военных действиях вооруженным силам Украины, желает там, я не знаю, что они там еще желают, вот гибели президента, страны. Ну, ну что? Ну, это его позиция, он ее высказал публично. То есть, он таким образом себя отделил. И тут вопрос не в том, иноагент, не иноагент. Иноагент – это статус, который связан с финансированием. Но, как бы, человек, на мой взгляд, совершает определенный поступок в своей жизни. Осознанно. Осознанно. Ну, понимаете, те, кто неосознанно, вот это «нет войне», я погорячился, они уже все вроде как передумали. И тихо, спокойно продолжают работать без особых заявлений. Те, кто осознанно, ну, что же, это их выбор, тут ничего не сделаешь. Но, вы знаете, вот я вам должен сказать, что меня поразила такой образ, я случайно наткнулся в Дубае, где очень много русских, там порядка 300 тысяч, и вот, значит, набережная, мост, такая тень, там под мостом, и там сделана такая детская площадка из каких-то четырех железок и одной такой металлической горки. И вот на этой детской площадке играют два ребенка, и стоят родители, папа и мама, красивые, молодые ребята, русские. И вот эта детская площадка под мостом и уныние, такая тоска в их глазах, вот это вот на меня прямо произвело впечатление. То есть люди-то уехали, конечно, за счастьем и говорили, да, мы айтишники, нам не важно, откуда работать и так далее. А тоска от того, что пойти некуда, то, что твои дети играют с какими-то тремя арматурами, которые там вкопаны в песок, она вот прямо считывается. Вот их жалко. Да, вы это почувствовали. Да, да. Их жалко очень. Но, опять же, если это выбор человека осознанный, если он считает это главным своим выбором в жизни. Это его право. Ну, это его право. Мы не можем отказать. Но мы не можем и не должны соглашаться с тем, чтобы эти люди потом возвращались, зарабатывали в России и здесь учили кого-то жить. Нет, так тоже не будет, конечно. Ты сделал свой выбор? До свидания. Ребята, еще прикол. Зашла на Facebook американский и, в общем, буквально во всех их группах и Северной Каролины, и Майами, и Темпа, и Даллас, везде, по всем группам объявляют о том, что Галкин выступает с концертами. Говорит о чем? О том, что денег-то нет, деньги кончились, ему приходится теперь ездить вообще каким-то, ну, ладно, Майами, еще куда не шло, но вот эти там всякие городочки небольшие там в Каролине в этой, и Тампа, и даже Даллас, как бы там, ну, русские есть, но это маленький будет какой-нибудь концертный зал, это вообще близко, не то количество там людей, и то русские будут его бойкотировать, они не пойдут, то есть это пойдут либо на Больнято, либо украинцы пойдут туда. Соответственно, это вообще еще большой кусок людей отсекается, вот, и говорят, раньше, если ему можно было пойти там два-три больших концерта сделайте все, то теперь ему приходится ездить вот так буквально с городка в городок объезжать кучу городков, давать намного больше концертов, чтобы получить хотя бы там часть тех денег, которые он зарабатывал раньше. Вот называется, да, не гавкайте в сторону, которую не надо гавкать, да гавкался. Даня, в чем вы видите главный риск ближайший для России? Ну, временной лаг 3-5 лет. Главный риск для России на протяжении 3-5 лет, ну, наше главное дело сейчас, это победить специальные военные операции. Для этого нам нужно быть собранными, сплоченными и работать всем на эту цель. И вне зависимости от того, где человек находится, даже вне зависимости от его убеждений. Вот, кстати, по поводу убеждений интересный момент, что, ну, в разговорах с разными людьми перед выборами, перед голосованием на выборах президента приходилось слышать, что я никогда, там, человек говорит, я на выборы никогда не ходил, и Путина вообще не поддерживаю, и что такое Путин там, и все. А вот сейчас, говорит, пойду и проголосую за Путина. Я говорю, почему? Почему? Да, он говорит, потому что ему сейчас надо. Вот нам нужно быть, как бы, вместе и не растерять вот этой сплоченности, если хотите, общества, чтобы достичь долгосрочных целей, которые действительно того стоят. Это свобода наших детей, это будущее нашей страны, как отдельной русской цивилизации. Вот это самое главное. Спасибо большое. Спасибо. Петр Толстой сегодня в эфире первого русского. Царьград продолжает следить за развитием ситуации здесь, в России, и за ее... Ну, в общем, это вы все поняли, да? Интервью классное, я считаю, что есть о чем подумать. Во многом я согласна с Петром Толстым, его взгляд на образование, на ЭГИ, на проблему мигрантов, и на то, что вот эти вот мы айтишники, мы поедем в Америку, там никому не нужны, оказывается, так же, как этот возборник Галкин, который теперь бегает там, хвост поджал по всем маленьким городам, деревням, гоняет по всей Америке, чтобы хотя бы там что-то заработать, а ему в комментариях пишут, мы не придем, мы тебе будем бойкотировать, а некоторые даже пишут, а что ты тут сидишь, иди за родину сражайся, там в Израиле, там военные действия, ты же от войны убежал, там, говорит, Израиль, а он там, по-моему, грозился, кстати, Галкин, что он, этот, если будет в Израиле война, то он оденется, значит, соберется, оденет там бронежилет, и шлемы пойдет воевать, и что-то мы видим, что он сейчас в Америке концерты дает, нифига, что-то он в окопы не пошел, позорное чмо, вот кто он, вот, но на этом, ребятки, все, ставьте лайки, делитесь этим интервью, и будем, как бы, рассматривать Петра Толстого на должность преемника Владимира Владимировича, если вы согласны, ставьте плюсик, если не согласны, пишите, не согласен, объясните, почему, кто ваш кандидат, я за Петра Толстого, всем пока, до встречи,